Вот это! Тони Старк связан с последним Камнем Бесконечности, с Камнем Души. И вот это, наверное, самая эпичная сцена вообще, которая была в этом трейлере. Здесь скрыли одну деталь, это очевидно, что её здесь скрыли, вот, ну дают зуб на отсечение. Привет, бои и скауты, с вами Кьюбейт. Мы дождались, и первый полноценный трейлер Мстителей Война Бесконечности наконец-то появился в сети. Вот именно, вы не ослышались, это первый трейлер. То, что было до этого, это были ТВ-споты, рекламные ролики, что в принципе одно и то же, ну и, конечно, тизер. Положа руку на сердце, могу сказать, что это пока самый классный материал по Мстителям, то, что я видел. Не буду нагонять Эпика красивыми эпитетами, это всё сделал трейлер. Не буду лить воду попросту, а я это очень люблю. Давайте сразу же начинать обсуждать этот трейлер. Конечно же, пишите в комментариях, поддерживайте лайком, если вы ждали вместе со мной. Начинаем! Первое, что мы видим, это переворачивающийся Нью-Йорк, который напоминает нам о фильме Нолана Начало или о Докторе Стрэнджи, что будет правильнее. Что здесь есть скрытого, какие здесь интересные детали? На самом деле, для нас уже никаких, потому что всё мы из этого знаем. Что это летит из неба? Мы тоже знаем, это огромный символ Уробороса, это корабль Чёрного Ордена, который съедает сам себя. Там у нас находятся точно Кул Апсидиан и Эбонимо, а вторая часть Чёрного Ордена уже находится в Европе и нападает на Алую Ведьму и Вижну. Идёт за вторым Камнем Бесконечности. Один Камень, за которым идёт Эбонимо и Кул Апсидиан, это, конечно же, Камень Времени, который находится у Доктора Стрэнджа. Следующим кадром нам показывают Ваканду, Брюса Бэннера, Чёрную Вдову, Воителя, и они смотрят куда-то в небо. Мы уже знаем, зачем они туда смотрят. Летят корабли всадников. Их будет несколько, я о них скажу чуть позже. Кстати, что касается Соколейного Глаза и Человека-Муравья, я уверен, что такие вопросы будут. Они не появляются в рекламной кампании фильма, в тизерах, в трейлерах, промо-артах, постерах и так далее специальным образом, потому что с ними будет связан сюжет и важный поворот, плюс они будут завязаны в Мстителях 4. Так что ждите, я обязательно сделаю отдельный ролик на эту тему и расскажу, что и как. Вообще, если вам интересно и вы интересуетесь Мстителями, вдруг впервые у меня на канале, вы можете ознакомиться с некоторыми роликами. Во-первых, теория о Камне Души, что якобы Камень Души находится в голове у Тони Старка, звучит безумно. Так оно и есть, скорее всего, такого не будет, но это забавно послушать и, в общем-то, забавно всё это проанализировать, потому что у Тони Старка были панические атаки после того, как в первых Мстителях на Нью-Йорк напали. У него были какие-то проблемы с головной болью, так что в целом это звучит интересно, но, конечно же, это не так. Далее вы можете посмотреть мой вот совсем недавний ролик, где я обсуждаю якобы слитый сценарий Войны Бесконечности. Но на самом деле после всех трейлеров и всех сливов он не такой уж и безумный. Тем временем нам показывают Санктум Санкторум и в отражении этого окна святилища Доктора Стрэнджа летит корабль Черного Ордена, где на борту Кул Апсидиан и Эбонимо. Что происходит за кадром в это же время? Гамора объясняет кому-то, скорее всего Тони Старку, если судить по следующим кадрам в трейлере, рассказывает о Таносе и говорит о том, что всё это время, пока она его знала, она знала его с самого рождения, потому что она его дочь, он всегда хотел уничтожить половину вселенной. Это даёт нам понять, что вот эта катастрофа, которая произошла с родной планетой Таноса Титан, она случилась ещё до рождения Гаморы и в юности самого Таноса, поэтому у него психика и сломалась, и теперь он безумный Титан, который хочет уничтожить половину вселенной. Далее нам показывает Гамору, которая за кадром говорит о том, что если он соберёт все Камни Бесконечности, он сможет уничтожать миры вот так, по щелчку пальцев. И самое забавное, что в теории и вот в этих слитых сценариях, о которых я рассказывал только буквально несколько дней назад, там как раз-таки финальная сцена Войны Бесконечности в том, что Танос собирает все Камни и делает вот так. Тут он вырывает из планеты Камень Души и, в общем-то, вот у него полная перчатка, он щелкает пальцами и фильм заканчивается. Далее нам показывают Тони Старка на фоне ковров и он говорит, напомни-ка его имя, Танос. Это, кстати, неплохо укладывается в теории о том, что Тони Старк связан с последним Камнем Бесконечности, с Камнем Души, то есть каким-то образом всё-таки Камни, во-первых, несут в себе информацию и, возможно, если Тони Старк когда-либо видел Камень Бесконечности, то он, а он уже видел, мы знаем, он изучал это и, возможно, это имя где-то всплывало уже, так что, ну и, конечно же, нападение Читаури, так что, возможно, он это где-то слышал, если у вас есть какие-то предположения или точная информация, конечно же, в комментарии помогать всем узнать об этом. После этого нам показывают Таноса в полном облачении, как только он, правда, снимает броню, но эта броня уже давно засветилась в фигурках, даже в Лего она засветилась. Это полное облачение Таноса, оно новое, раньше мы в киновселенной видели его в немного более громоздких доспехах, здесь же все по минимуму, но это все-таки доспехи, тем более вы знаете, что у него будет еще и меч. Не знаю, зачем ему меч, если у него есть Перчатка Бесконечности, но самое главное для тех, кто строит теории и ищет Камни Бесконечности в киновселенной Марвел, это то, что в этом трейлере нам не показывали перчатку более чем двумя камнями, то есть Камень Пространства, Камень Силы и все, больше никаких камней у Таноса на данный момент нет, пока мы вот видим все это по трейлерам. Но если вы посмотрите мой ролик о якобы слитом сценарии и возможным вариантам развития событий в Войне Бесконечности, то вы поймете, как он потом эти все камни получит. И черт возьми, пока все совпадает прям один в один. Далее нам показывают Питера Паркера, который после того, как увидел символ у Робороса корабль Черного Ордена над Нью-Йорком, когда они ехали в автобусе со школой, он, конечно же, тут же бросился туда, на то место, чтобы вообще разобраться, что это такое. Скорее всего, пока все смотрят в одну сторону, а именно на этот корабль Черного Ордена, все тут, вот понимаете, вы бы увидели корабль пришельцев, вы бы все смотрели туда. Он с другой стороны свист, надел маску и полетел. Далее крутейший кадр с Железным Человеком, он летит за этим кольцом Черного Ордена, за этим кораблем, и включает ускорение, которое помогает ему догнать этот корабль. Когда Черный Орден прилетит к Доктору Стрэнджу, Железный Человек, там будет Брюс Бэннер и так далее, они нападут, чтобы забрать камень, у них ничего не выйдет, то есть наши герои смогут отбить атаку Черного Ордена, тем более их там будет всего двое Абонимо и Кул Абсидиан. И Черный Орден, видимо, улетит обратно, хотя это не совсем логично, но он улетит обратно, чтобы, в общем-то, это, знаете, стратегический отход, и Железный Человек, конечно же, не просто даст, о, ладно, все, улетайте, не забрали, так не забрали. Он полетит за ними, чтобы понять, откуда они прилетели, зачем и так далее. Мы видели кадр, как Человек-паук как раз-таки снимает маску, и он летит тоже на этой же штуковине. Скорее всего, Человек-паук за нее прикрепится, Железный Человек тоже за ней полетит, а вот потом, как будут развиваться события, пока непонятно. Следом нам показывают как раз-таки тот камень, за которым и прибыл Черный Орден, Камень Времени, Глаз Агамота и Доктор Стрэндж, возможно, даже восстанавливает Санктум Санктором после прибытия Брюса Бэннера. То есть это как раз-таки не во время сражения, я так думаю, а после прибытия Брюса Бэннера, потому что, ну там, часть его дома, часть крыши развалилась, просто-напросто Брюс Бэннер прилетел из портала, из космоса в образе Халка, а потом превратился в человека. Но в это время за кадром мы слышим голос Тони Старка, который говорит о том, что если Танусу нужны камни, то это наше преимущество, он прилетает к нам, хочет получить наши артефакты, так себе наши, наши артефакты, то мы сыграем на этом, мы будем как раз-таки действовать так, как ему не нравится, мы будем защищать эти камни и отбиваться, чтобы он их не заполучил. Нам показывают далее Алую Ведьму, не просто так, она, кстати, находится в этот момент в Ваканде, тропики помогают нам определить местность, и показывают Вижна, у которого камень разума во лбу. Следом нам показывают Черную Пантеру, ну и, конечно же, Ваканду. Туда прибывает целая делегация супергероев, там и Капитан Америка Бородатый, там и Черная Вдова, и Воитель, и Брюс Бэннер, и Алая Ведьма, и Вижн, и прочие-прочие. Это, опять же, сходится с тем вариантом событий, о которых я рассказывал в позапрошлом ролике. Воу, нам показывают Вижна, который лежит на столе у Шури, и это не просто так. Я об этом уже говорил, и я вот не помню, вырезал я это из ролика или нет. В общем, если и будут в это, да, я, кстати, говорил это в Лего-обзоре, что Вижна привезут, вообще, смотрите, как все будет, так мне нравится. В Европе произойдет нападение на Вижна и Алую Ведьму. Мы с вами это знаем, нападет Проксима Миднайт и Корвус Глейф. Это вторая парочка из Черного Ордена. Они нападут на Вижна и Алую Ведьму, попытаются забрать камень, но, конечно же, им помешают Сокол, Черная Вдова и Капитан Америка. Они все вместе поймут, что у Вижна как-то дела плохи, и, в общем-то, состояние у него не из лучших, из-за того, что только что попытались вытащить, скажем так, его сердце. То есть, на этом он и держался, и из этого он и создавался. Его отправят в Ваканду, мы тоже видели это в прошлых тизерах, и теперь они вот прибывают, и Шури 100% достанет этот камень у него из головы, наверное. Или, в любом случае, она поможет сделать так, чтобы ему стало легче, потому что, якобы, ему, наверное, больно. Вообще, может быть, андроиду больно. Я сильно сомневаюсь, потому что тогда вот эти роботы из Boston Dynamics, которых все время пинают, им бы тоже не понравилось. Вот далее нам показывают любопытный кадр, где Стражи Галактики спускаются не из своего корабля, это вряд ли Милана, откуда-то спускаются на какую-то неизвестную нам планету, наверное. Здесь есть несколько вариантов. Во-первых, я, ну, наиболее вероятный, это то, что это знамо, где, где находится коллекционер, к которому придет Танос, я об этом тоже рассказывал. Придет Танос, это 100%, потому что это уже сливали, были даже кадры, где Танос пытает коллекционера. Танос придет за камнем реальности, которое сгордится, отдали в конце второго тора, как раз-таки на хранение коллекционеру. Танос, естественно, придет за этим камнем, но Страж Галактики... Гулактики вроде как смогут его отобрать у Таноса и присвоить пока себе, хотя бы на время. Далее, 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 одна из лучших сцен в этом трейлере, где нам показывают Питера Куилла, Питера Паркера и Тони Старка, которые, и там еще, конечно же, есть Дракс, которые пытаются разобраться с планом вообще, как им бороться против Таноса. Это одна из многих веселых сцен в этом фильме, которых будет множество, так как взаимодействие с персонажами это очень важно. Я еще говорил, когда проходил игру LEGO Marvel Super Heroes 2, где тоже представлено огромное количество персонажей, которые так или иначе, ну, например, похожи или, наоборот, не похожи. И было интересно посмотреть на то, как они будут взаимодействовать друг с другом, как они будут общаться. Например, Питер Куилл увидел Питера Паркера. О, я тоже Питер. А, кстати, они общаться будут с помощью, там, специальных датчиков и так далее, с помощью технологий, чтобы, в общем-то, язык друг друга понимать. Смотреть, как спорят два лидера. Замечательное зрелище. Далее нам показывают еще и Железного Паука, именно Питера Паркера. Во-первых, его прическа. Ultimate Spider-Man. Вообще шикарно, шикарно. Далее нам показывают просторы Ваканды и показывают корабли всадников, которые уже приземлились туда и, в общем-то, из них готовы выбежать полчища всадников самих. Далее нам во всей красе показывают обновленного Халкбастера, где сидит Брюс Бэннер. Если вам нужно дать ответ на тот вопрос, почему там сидит Брюс Бэннер, все очень просто. Брюс Бэннер не хочет, боится превращаться в Халка, поэтому Халкбастер, это для него лучший выход, чем, нежели он превратится в Халка. А потом, неизвестно вообще, сможет ли он обратно стать Брюсом Бэннером. Ему здесь, вот в этом моменте, конкретно помог Танос, потому что он был в образе Халка. Как вы помните, в конце фильма Тор Рагнарёк, он оставался в образе Халка. Он не превращался обратно в Брюса Бэннера. Это очень сложный процесс для него сейчас. То есть, это не как раньше в Мстителях. Бах, по щелчку превратился, бах, он опять Брюс Бэннер и так далее. Здесь совершенно всё сложнее, и это будет развиваться тема дальше. Но здесь он, всё, он уже как бы такой, так, 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 Халком я не буду, буду Халкбастером, но, конечно же, он опять превратится. Вот это! Вообще, самый интересный момент трейлера, в том плане, что здесь скрыли одну деталь. Это очевидно, что её здесь скрыли. Вот, ну, даю зуб на отсечение. Нам показывают недовелир, нам показывают офигенно удивлённого ракету, который выпячивает просто глаза. Его ракета, ракета, который видел в своей жизни много технологий. Это инженер, и он просто офигевает от того, что он видит. Далее нам показывают такого же офигевшего Грута, подростка, который, наконец-то, убрал свой геймбой и может посмотреть на зрелище такое. И далее нам показывают Тора, который делает вот так, и летят повсюду молнии. И вы чё, правда думаете, что это просто его силы? Конечно же, нет. Это уже сцена, где показывают нам новые, новое оружие Тора. Штормбрейкер. Штормбрейкер там показывают. Ну, просто его замазали, потому что, ну, не хотят палить штормбрейкер. Да и Тор сам здесь ещё с одним глазом. Хотя я думаю, что уже в этом моменте он будет с двумя. Далее нам показывают родную планету Таноса Титан. Снова вот эта красная планета. Прилетает тот самый кольцевой корабль. Опять же, вспомните, что Человек-паук прикрепился на этот корабль. Тони Старк его догонял. Скорее всего, они как раз-таки в этот момент и прилетят. Ну, это, опять же, мое предположение. Возможно, будет не так. Там есть и другая версия. Но может быть так, что они прилетят вместе с этим кораблём туда. Там будет и Доктор Стрэндж ещё. Ну и Стражи тоже там окажутся. Хотя, есть другой вариант, что всё это будет происходить в финале фильма. И Танос, в общем-то, их сам заманит. Уже после Ваканды всё это будет происходить, когда у Мстителей, Стражей и всех-всех-вакандийцев будет четыре камня. Да, четыре камня. Камень реальности, камень времени, камень разума и камень души. Далее нам снова показывают Таноса в этом эпичном облачении. Показывают маленькую Гамору. Скорее всего, здесь будет показан оригин Таноса. Будет показано, как он издевался над Гаморой, над Неблой. Как он вообще издевался над своими детьми. Кстати, вот эта сцена с Тором, где он сжимает Танос его голову. Это будет происходить как раз-таки в тот момент, когда Танос нападёт на Асгардийцев. Будет происходить это после фильма Тор Рагнарёк. Халка бросят в портал или бросят просто куда-то в космос. Он улетит на Землю, превратится в Брюса Бэннера при столкновении. Ну, в общем, когда он уже сознание потеряет. Далее, что случится с Тором? Он просто сожмёт его голову, Тор потеряет сознание. И он выбросит его куда-то в космос. А потом его подберут Стражи Галактики. Голос уже оседает. Следом показывают то, о чём я уже тоже говорил. Я уже, наверное, всё, весь фильм обмусолил. Всё, я уже всё знаю, наверное. Но я надеюсь, что меня ещё смогут удивить. Что касается Локи. Его поймают. Конечно, вы помните, что в фильме Тор Рагнарёк он взял с собой Тессеракт. Он отдаёт любезно Тессеракт Таносу. Потому что выбора-то у него нет. И помните, в Мстителях он-то должен был изначально его дать. Но он провалил свою миссию. Ну и тем более, его окружает Чёрный Орден. И здесь нам впервые их наконец-то показывают полностью. Проксима Миднайт, Корвус Глейв, Эбонимо и Кул Апсидиан. Ну и Танос просто берёт, сжимает Тессеракт. И получает из него камень пространства. И вставляет свою перчатку. Теперь у него два камня. Далее нам показывают сцену сражения на родной планете Таноса Титан. Где Танос напал на Мстителей. Мстители пытаются уворачиваться. Командная работа. Доктор Стрэндж помогает Питеру Куиллу, чтобы... Ну, в общем, он строит специальные такие, знаете, энергетические блоки. Лестничку. Чтобы Питер Куилл по ней прыгал и стрелял в Таноса. Ну, такие дела. Далее нам показывают Алую Ведьму. Которая в шоке от того, что она видит. Но это сцена из нападения в Европе. То есть это ещё там из начала фильма. Следом нам показывают Доктора Стрэнджа. Которого пытает и жутко пытает. Это одна из жутких сцен этого трейлера. Где его пытает Эбонимо какими-то стеклянными, не знаю, спицами. Что это вообще такое? Я не знаю, это выглядит ужасно. Иглами, знаете, стеклянными. Конечно же, это просто магическая пытка. И, скорее всего, это будет происходить в момент, когда Эбонимо и Кулапсидиан нападут на Нью-Йорк. Тоже из начала фильма. Что касается костюма Тони Старка. Здесь он, очевидно, сломан. Здесь его, очевидно, оторвали. Скорее всего, Танос просто взял, знаете, как этикетку такой хоп. И открыл Тони Старка. Это значит, что этот костюм будет состоять из наночастиц. Будет собираться из реактора. Броня называется Bleeding Edge. Как в комиксах. То есть он по чуть-чуть будет собираться. Как у Черной Пантеры, например. Но Танос просто, когда она будет в застывшем этом состоянии. То Танос возьмет, часть брони, наверное, сорвет. И вот это, наверное, самая эпичная сцена вообще, которая была в этом трейлере. Это то, как каким-то чудесным образом Капитан Америка держит удар Таноса. Как это вообще возможно? Тем более у Таноса Перчатка Бесконечности. У него два камня. Два камня, Карл. А возможно и больше в этой сцене. Камень силы, который вообще способен уничтожать целые планеты. А он... Нормально, нормально. Держу, держу. Все будет окей. Я, конечно, надеюсь, что это не спойлер смерти Капитана Америки. Я надеюсь, что там как-то все это будет объяснено. Но это действительно невероятная сила даже для Кэпа, который там сдерживал вертолеты. Но это слишком круто. Кстати, если судить по этому желтому свечению под Перчаткой Бесконечности, то есть там явно что-то желтое, что горит. Это, возможно, камень Вижна. Который, помните, нам показывали сцену Вижна как раз в этом же месте. Возможно, Танос поймал Вижна и уже собрался выдергивать камень. И тут пришел Кэп опять же и начал его спасать. Далее нам показывают Доктора Стрэнджа и Человека-паука в том самом кольцевом корабле, как я думаю, Черного Ордена, который прилетел в Нью-Йорк. Все за него подцепились и улетели вместе с ним. И, в общем-то, в этом корабле у нас и Железный Человек и так далее и тому подобное. Уже не просто паучок, а Железный Паук. То есть, когда он начал взлетать выше и выше, ему начало не хватать воздуха, он превратился в Железного Паука, как я думаю, где есть, по идее, чуть-чуть запаса воздуха, кислорода. И они знакомятся. Конечно же, Доктор Стрэндж такой, Доктор Стрэндж. А паучок сначала представился просто как Питер Паркер, то есть он сразу раскрыл свою личность, а потом он такой, типа, о, так мы называем свои выдуманные имена, тогда я Человек-паук. Как и в этом ролике, как и в трейлере, нам показывают, как паучок на родной планете Таноса уворачивается от всего то, что там летит. Это выглядит офигенно. Я очень жду этот фильм, этот трейлер. Я уже, знаете, под конец, вот за буквально 2-3 минуты до трейлера, я такой думаю, блин, а если он меня разочарует, если там покажут старые кадры, если там ничего крутого не будет, и нет, они смогли удивить не только меня, а всех подряд. Это просто офигенный трейлер. Если вам понравился этот ролик и вам было интересно посмотреть, может, что-то новое узнали, хотя я по факту уже, ну, все то, что я мог рассказать, я рассказал. То есть пока ничего нового, хотя остались еще теории, которые я тоже обязательно расскажу. Так что, если вам нравится, поддерживайте. Конечно же, бэм, укладывайте на подписку канала, чтобы не пропускать новые ролики, жмите колокольчиком. Чтобы новые ролики не пропускать, YouTube все время лагает. Поддержите. Ну, и, в общем-то, всем спасибо, всем пока. Оставляйте комментарии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok